Это чего, уже начало что ли? Эй, я не готова ещё! Нет, мы там не репетировали! Готовиться к Новому году в Театре драмы начали ещё в июне. Специально к новогоднему торжеству решили поставить знаменитую сказку «Аленький цветочек». Сюжет знаком почти всем, поэтому, чтобы удивить взыскательных зрителей, режиссёру Николаю Осминову пришлось постараться. Просто всё мы делали в первый раз для себя, то есть мы открывали новую технику, которую мы приобрели, когда с ней впервые столкнулись, поняли, как она работает, и уже под неё изменяли какие-то сцены и придумывали ходы, которые будут интересны и понятны. Благодаря новому техническому оснащению в зрительном зале царит по-настоящему волшебная атмосфера. Театр приобрёл технические средства, которые позволяют создавать немножко чуда на сцене сказки. Волшебство, чтобы современным детям было интересно смотреть за этим. В нашем детстве многое нам приходилось дофантазировать, а сейчас есть возможность удивляться. Удивлять зрителей собираются не только техническими ноу-хау, но и необычной актёрской подачей. Волшебство именно в людях, которые на сцене проживают свои истории. Михаил Гребень в спектакле «Аленький цветочек» исполняет пусть и не главную роль, зато очень характерную. Играет верного друга отца главной героини. По сценарию его персонаж не отличается красноречием. Ух, шмых, пых, тых, того, этого. Вот у меня примерно такая же роль, и из этого нужно было сделать что-то понятное для детишек. Того, этого, кроме... А дети, они ведь всё просекают, они молодцы. Мы думаем, что дети, на самом деле дети гораздо умнее, чем мы. Но рассчитан спектакль не только на детскую публику. Мы все верим в сказку. Мы верим в Деда Мороза, взрослые, дети. Даже, может быть, взрослые на сегодняшний день верят больше в Деда Мороза. Поэтому нужно прийти за хорошим, за добром, за сказкой. А прийти за сказкой можно уже сейчас или в дни новогодних каникул. Евгения Малышко, Борис Абрамов, ОТВ.